Сегодня село Амгу встречает особый рейс. Как всегда, почты и медикаменты. И вот уже второй раз за последний год – материальная помощь. На этот раз бедой деревни стала не вода, а большой пожар. Привезли, разобрали, пересчитали. Приглашаем по телефону всех, чтобы приходили, получали материальную помощь. Вот так горел дом, рассказывает семья Лабутиных. Всё случилось за минуту. Спасти успели только кошку. Дом стоял, они пристроили там новую пристройку. Всё сгорело. Как и другие, оставшиеся без крова, Николай Лабутин часто приходит сюда на пепелище. Дотла сгорело всё, что было нажито за 20 лет. Сегодня их семья тоже получает долгожданные деньги. Государство нам помогает уже второй раз. У нас было наводнение, нам государство помогало. Даже не было мысли, что нас обманут. Обещают нам сделать дома. По деньги отложим, всё потом. Купим мебель и всё, что нужно. Первая необходимость у нас уже всё. Всего 45 человек, потерявших крышу над головой, получили денежные выплаты в размере 110 тысяч рублей каждому. Александра Караванова получила дополнительные 200 тысяч на лечение ожогов. Вспоминает, как чудом выбралась из огня, пытаясь спасти хотя бы паспорт. Несмотря на несчастье, покидать родное село Караваново не будет. Ждёт новый дом. Я люблю, конечно, своё село, своих людей. Я рада за себя и за всех людей. Потому что, а куда им деваться, бедным? Конечно, нужно пусть строят дома. Обязательно. И видят по телевизору, мне дочка говорит, мама, такие домики финские. Говорят, будут вам строить. Ну, это правильно, это хорошо, правда. Тепло будет. Из краевого бюджета выделены деньги на строительство новых домов по расчёту 36,5 тысяч рублей за квадратный метр. До конца марта уже будут известны площади новых строений. А в течение полугода все пострадавшие, как обещают, поселятся в новых домах. Кто где. По просьбе нескольких жителей, часть домов будет построена на прежнем месте. 12 домов появятся на сопке, там будет новая улица. А пять семей решили перебраться в город. Артём, Дальнегорск и Черниговка. Жители Амгу уже придумывают название для новой улицы. Из вариантов Везунчики или 7 марта. Ольга Адаменко, Егор Фомин, Владимир Зацепин. Панорама.